Здравствуйте, ребята! Вы изучили все буквы русского алфавита и уже умеете читать. Вот как обращается поэт Валентин Берестов к юным читателям в своём стихотворении «Читалочка». Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу. Ну, прочитай ещё страницу. Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать. Сегодня мы с вами потренируемся в чтении слогов и слов. Посмотрите на таблицу. Прочитаем буквы в верхней строчке. А, О, У, И, И. Какие звуки обозначают эти буквы? Гласные или согласные? А почему эти звуки мы называем гласными? Верно. Их можно пропеть. Воздух во рту не встречает преграды. Проходит свободно. А ещё гласные образуют слоги. Назовём звуки в столбике слева. М, Р, Т, Н. Что это за звуки? Правильно! Это согласные звуки. Какие звуки мы называем согласными? Согласные звуки произносятся с голосом и шумом. Воздух во рту встречает преграду. А какие буквы не обозначают звуков? Верно. Это мягкий знак и твёрдый знак. А теперь потренируемся в чтении слогов. Читаем столбиками. М, Р, Р, Т, Н. М, Р, Т, Н. М, Р, Т, Н. А теперь читаем строчками. М, Р, 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 РИ. В каком столбике согласные звучат мягко? Правильно! В последнем столбике согласные звучат мягко. Почему? Верно! И обозначает мягкость впереди стоящего согласного звука. Для закрепления почитайте слоги в разброс. Поиграйте в игру «Собери словечко». Из слогов и букв соберите слова. А какие слова получились у вас? Попробуйте записать их печатными буквами. Прочитаем вместе народную мудрость. Как вы понимаете это выражение? Прочитайте пословицу ещё раз и постарайтесь её запомнить. Ребята, вы сегодня хорошо поработали, многое узнали. Желаю вам успеха! До новых встреч!